Год назад мы арендовали дачу. На ней не было ничего путного, кроме того, что само наросло, так сказал нам хозяин участка. Естественно, ухода никакого не было за этими растениями, никто о них не заботился, ничем их никогда не удобряли, ничем их никогда не обрабатывали, и я так подозреваю, что и не поливали. Поэтому всем летающим, ползущим, жующим, сосущим, грызущим вредителям было тут очень комфортно. Но тут появились мы, и началась борьба, кто вперед. Либо мы их уберем из грядок, либо они все сожрут. Поэтому тема инсектицидов стала остро. А направление поиска нужных препаратов подсказал мне Дмитрий, автор канала «Дача Димона». Он сориентировал меня, на какую группу действующих веществ нужно обращать внимание, и на их количество в конкретном препарате, и не доверять особо рекламным лозунгам на пачках препаратов. Рахмет Дима. Но скажу сразу, разобраться в этом непросто. Инсектицидов огромное количество. Есть такие, которые действуют на кишечник вредителя, разрушая его. Есть такие, которые нарушают дыхательный метаболизм. А есть инсектициды, действующие на нервные и мышечные процессы. И этот список можно продолжать. Понятное дело, что нельзя объять необъятное. Да это, в общем-то, и не цель. Речь пойдет сейчас лишь о тех инсектицидах, которые я купила в магазине и нашла в интернете. Покажу, как они называются, расскажу, как они работают, и подскажу, где их можно купить. Ну, а там уже каждый выбирает сам. Чем пользоваться, как защищать свои растения, в каких случаях применять инсектициды, или можно без них обойтись. А начну я с самого безобидного, на мой взгляд, препарата. Bloodlaus Fry Natifert от Компа. Очень широкий спектр действия против тли, белокрылки, паутинных клещей, трипсов и иже с ними других сосущих насекомых. Пишут, что он подходит для всего. Можно обрабатывать овощи, фрукты, травы, декоративные цветы, все что угодно. Препарат универсальный контактного действия. То есть он должен вступить в непосредственный контакт с вредителем. Не вступил в непосредственный контакт, не действует. Значит, нужно очень тщательно проводить обработку растений препаратом до полного смачивания всех листьев. Это все хорошо, но сразу ищем Виргштов. Действующее вещество. Это очень важно. А действующее вещество у этого препарата – рапс-эль. Но практически одно рапсовое масло – 848 грамм с копейками на литр. И больше ничего не указано. И еще нам предлагают обработать растения со всех сторон, включая нижнюю часть листьев, когда появляются первые вредители. А вот с этим у меня проблема. Я не могу никак поймать, когда появляется первый вредитель. Обычно я замечаю, когда уже листья погрызаны, и уже явно он там сидит не первый день. Поэтому конкретно этот препарат я применяю только для профилактики. Когда я не вижу вредителя, а вдруг он есть? Из моей практики избавить растения от вредителя при помощи этого средства нереально. Но в качестве профилактических мер очень даже удобно. Потому как средство полностью био и не имеет сроков ожидания между обработкой препаратом растения и сбором урожая. Препарат продается в магазинах, торгующих растениями, или его можно купить онлайн на многих сайтах, в частности на Амазон. У Компа есть аналогичный препарат, но активное вещество, как здесь написано, это натуральный перетрум и рапс-эль. Принцип действия препарата аналогичный. Следующий препарат, который у нас есть, это Шедлингс Фрай Корео концентрат от Субстрал Целлофлор. Производитель заявляет, что препарат надежно борется с сосущими насекомыми, такими как тля, трипс, белокрылка, цикады, различные вши, чешуйчатые насекомые, клопы, паутинные клещи. А также с долгоносиком, жуком-листоедом, гусеницей, дубовой процессионной молью, самшитовой минеркой и другими. Производитель заявляет, что этот инсектицид имеет полностью системный эффект. А теперь запоминаем, если инсектицид системный, это значит, что он проникает в растения через листья, стебли, семена, корни, плоды и распространяется через поток сока по всему растению. Ну, а насекомые погибают потом, питаясь этим соком. Получается, что с насекомыми борются, даже если они не пострадали во время опрыскивания. То есть прямого контакта с инсектицидом не было. Не забываем посмотреть действующее вещество Виргштов. И это ацетомеприд концентрации 5 грамм на литр. Ацетомеприд обладает контактным, кишечным и системным действием на насекомых. И причем острый токсический эффект у них начинается в течение одного часа после обработки. У нас есть, как мы считаем, положительный опыт применения этого препарата на наших растениях. В самом начале, еще до плодоношения, на наши томаты и огурцы напали трипсы. А трипсы, они так тяжело выводятся. Свои яйца они откладывают внутри ткани растений. И личинки, развиваясь, просто выгрызают куски на нижней стороне листа. Это страшное зрелище. Почему я не могу сказать, что этот препарат стопроцентно помог нам от трипсов, поскольку второй раз мы обрабатывали другим препаратом, о нем речь пойдет дальше. Я думаю, что оба препарата внесли свою лепту. И трипсов мы победили. Мы очень много покупаем онлайн, я не помню. В магазине мы покупали его или все-таки где-то на сайте. Но он встречается и в магазинах, и его можно купить онлайн. Предложений много. И если тот препарат, который мы использовали, подходит и для декоративных растений, и для овощей, то можно купить отдельно, например, для овощей или отдельно для декоративных растений. Это все есть в продаже. Цена зависит от объема препарата. И вот он, второй препарат, который помог нам избавиться от трипсов. Он добил личинки, которые вылупились через 4-5 дней после первой обработки Шедлингс Фрай Корео Концентрат. И это B58N от Компо. Производители заявляют, что препарат имеет широкий спектр действий против таких насекомых, как тля, трипсы, колорадский жук, гусеницы и многие другие. Что он имеет немедленный и постоянный эффект для использования на декоративных растениях, овощах и клубнике. Это контактный и пищевой инсектицид с действующим веществом лямбда цихолатрин. Концентрация 0,75 грамм на литр. Это не системный инсектицид. Он обладает контактным действием. А это означает, что нужно очень тщательно обработать лист с обеих сторон до полного смачивания, не пропуская ни одного вредителя. Кроме того, лямбда цихолатрин обладает репеллентными свойствами. Это значит, что он еще и отпугивает насекомых. И это дает быстрый нокдаун и длительную остаточную активность препарата. Я каждый раз обращаю внимание на действующее вещество. Дело в том, что рекомендуется при каждой последующей, даже профилактической обработке, менять действующее вещество для большего эффекта. Поэтому, когда мы пользуемся инсектицидами, мы обязательно должны обращать на действующее вещество особое внимание. Купить препарат можно как на официальном сайте Компа, так и на других сайтах. В частности, на Амацон. Я не помню, где мы покупали этот препарат, но покупали мы его онлайн. Использовать его можно максимум два раза в год, но в этом году, надеюсь, мы его больше применять не будем. Обязательно купим этот препарат еще раз, но теперь уже в следующем году. Следующий препарат, который мы уже использовали, это Неем-Оль или масло Нима, которое некоторые органические садоводы считают почти чудодейственным лекарством. Неем-Оль – это натуральный препарат, полученный из семян дерева Нима методом холодного отжима. И содержит такие активные ингредиенты, которые действуют как репеллент, то есть отпугивают насекомых и даже влияют на их гормональную систему, задерживая их развитие и способность откладывать яйца. Масло Нима используется не только как средство для ухода за растениями, но и как инсектицид, который вытесняет комаров, трипсов, клещей, вшей, тлю и так далее. Мы использовали Неем-Оль для борьбы с тлей, но в той концентрации, которую рекомендует производитель, один к тысяче, у меня препарат не работал. То есть да, тля уходила на какое-то время, но через день все возвращалось на круги своя. А смогла я убрать тлю и надолго, в такой концентрации, на литр воды, чайная ложка Неем-Оль и чайная ложка жидкого мыла. Вообще, я где-то вычитала, что общая рекомендация – это смешать 1-2 чайной ложки масла в одном литре воды. Как правило, трехкратная обработка избавляет растения от вредителей, но в моем случае мне хватило одной. И тля, кстати, до сих пор там не появляется. А вот на трипсов даже в такой концентрации Неем-Оль никакого впечатления не произвел. Поэтому я для себя сделала такой вывод – Неем-Оль можно использовать для профилактики, возможно, даже в соотношении один к тысяче. Тем более, что запах у него такой, что действительно отпугнет кого угодно. И, возможно, если регулярно проводить вот такие профилактические обработки, примерно один или два раза в неделю, чтобы взять под контроль острое заражение, или один, возможно, два раза в неделю для защиты растений от вредителей. И, возможно, даже защитит растения от грибковых заболеваний, не говоря уже об инфекциях. Я это не проверяла. Но то, что в достаточно высокой концентрации 1 чайная ложка на литр воды, он работает и уничтожает тлю. Это я могу сказать со стопроцентной уверенностью. И также в отзывах к препарату я прочитала, что некоторые избавляются от мошек в горшках с комнатными растениями, используя, полив их слабым концентратом Неем-Оль 1 к 1000. Возможно, так и землю в грядках можно обеззараживать. Вообще, честно говоря, вот эта тема с Неем-Оль мне очень интересна. Если у кого-то есть опыт, отличный от моего, поделитесь, пожалуйста. А купить Неем-Оль никакой проблемы не составляет. Мы покупали онлайн и предложений очень много от разных производителей. Как говорится, на любой вкус и на любой кошелек. Вообще, препарат очень интересный. И если его использовать в качестве ухода за растениями, то они выглядят здоровыми и сильными. Следующий препарат, которым мы активно пользуемся, это лицетан плюс Шедлингс Фрай Протект Гарден. Он используется для защиты декоративных растений от белокрылки, тли, щитовки и некоторых других вредителей. Это системный инсектицид, то есть способен проникать в растения через листья, корни, плоды, цветы. Контакт с средителями не обязателен. Они погибают, питаясь отравленным соком растения. У препарата видимый успех и длительная защита. Уже примерно через час можно видеть результат. Действующее вещество фулупирадифурон в концентрации 25 грамм на литр нарушает работу нервной системы вредителя и тем самым вызывает мышечный паралич и последующую гибель. В практических условиях фулупирадифурон считается продуктом мягкой химии и безопасен для большинства полезных насекомых, включая опылителей. Мы применяли его дважды за сезон на всех декоративных растениях. И так как препарат системный, растения не нуждаются в защите в коротких перерывах между дождями, поскольку препарат работает изнутри, а этих самых дождей у нас в этом году было предостаточно. Препарат продается во многих магазинах, торгующих растениями, но можно его купить также онлайн. А вот еще один препарат, которым мы пользовались. Это шпруцит шедлингсфрай. Производитель утверждает, что он борется с яйцами, личинками и взрослыми особями очень многих вредителей, в том числе с белокрылкой, тлей, трипсами, паутинным клещом, самшитовым мотыльком и многими другими. Препарат используется для овощей, фруктов, трав и декоративных растений. А действующее вещество у него перитрин, чуть больше 4,5 граммов на литр, плюс 825 грамм на литр, рапс-эль. Перитрин является для насекомых нейротоксическим ядом, нарушает процесс передачи нервного импульса, что приводит к параличу и смерти насекомого. Это яд кишечного и контактного действия. Он быстро проникает через покровы насекомого и обеспечивает почти мгновенное поражение. Это не системный инсектицид, то есть он не способен передвигаться по сосудистой системе растения и отравлять питающихся им насекомых. Поэтому обрабатывать растения нужно тщательно, верхнюю и нижнюю поверхность листа до полного смачивания. Несмотря на то, что перитрины достаточно сильные, но в такой маленькой концентрации, хорошего эффекта я ни разу не достигла. Использую этот препарат только в профилактических целях. Купить препарат можно в магазине, торгующем растениями или онлайн. Следующий препарат, о котором я хочу рассказать, это Децис Шедлингс Фрай. Это препарат контактно-кишечного действия. Он подходит для овощных культур, для декоративных растений. Практически все можно им обрабатывать. Особенно эффективен он, как заявляет производитель. От белокрылки, тли, гусениц, жуков-листоедов и других насекомых. Действующее вещество этого препарата – дельтаметрин. 0,0075 грамма на литр. Маловато, конечно, но дельтаметрин – одно из самых активных действующих веществ инсектицидов и акарицидов. Он сильнее природного перитрина, действующего вещества инсектицида из предыдущего примера. Шпруцид Шедлингс Фрай в 900 раз. Он блокирует определенный нервный сигнал и его проводимость. И у насекомого появляется гиперактивность, нарушается координация движений, наступает паралич и гибель целевых организмов. Препарат шикарно помогает от гусениц. Это я проверила на собственном опыте. Но один минус быстро заканчивается. Препарат продается в магазинах, торгующих растениями, ну и онлайн, конечно. И, наконец, бонус для тех, кто досмотрел видео до этого момента. Все вышеперечисленные препараты имеют разнообразные действующие вещества, но для садоводов-любителей они продаются в очень низких концентрациях. И лучше всего, конечно, их использовать в профилактических целях. Но иногда, как видно было из примера, их комбинация может помочь и в лечебных целях, например, в нашей борьбе с трипсами. Но в продаже есть и профессиональные инсектициды с высокими дозировками действующих веществ. Но мало того, что они продаются большими объемами и стоят как пол самолета, их еще не каждый и купить может. Потому как в Германии они предназначены только для профессионального использования. Вы можете купить этот препарат лишь в том случае, если прошли специальное обучение и владеете сертификатом компетентности по защите растений, и только в этом случае эти препараты вам продадут. Понятное дело, что существуют сайты, которые продают поштучно эти препараты, достаточно по дешевой цене, но не в Германии, с доставкой по Европе. Вот Актара, например, тоже имеется в наличии. Но сейчас препарат распродан, к сожалению. Препараты, конечно, очень сильные. Пользоваться ими не так просто. Нужно соблюдать дозировку строгую, нужно соблюдать меры защиты. Все в соответствии с инструкцией препарата. Как, впрочем, и для всех инсектицидов. Но вот такой разбор имеющихся у нас инсектицидов получился. Честно говоря, я бы их вовсе не применяла. Но такой возможности у нас сегодня нет. Продолжение следует... Продолжение следует...